Я приветствую всех на канале Гудвин ТВ, и сегодня хочу вспомнить те самые топовые бойцовские фильмы, которые пока не удалось переплюнуть никому. А точнее, снять что-то круче или лучше. Во всех этих лентах отлично заключен сюжет и еще лучше поставлены боевые сцены. Сразу уточню, что самых популярных и 100 тысяч раз пересмотренных фильмов здесь не будет, к ним можно отнести. Все части Рокки со Сталлоне и Кровавый спорт с Ван Дамом. Также мимо пройдет уличный боец и Мортал Комбат. Кстати, по мне, так последняя часть Мортала снята зрелищно. Однако, никакой смысловой нагрузки не несет, и я вообще-таки не понял суть нового смертельного поединка. Короче, сейчас самое время посмотреть, что творится на Октагоне. Берите свои перчатки, капы и поехали. Обсуждению не подлежит. 2002 год. Режиссер Уолтер Хелл. Рейтинг на Кинопоиске 6,8 балла. Им деби 6,2 балла. Уэсли Снайпс, пока еще не мотавший срок в реальной жизни, попадает в этом фильме в тюрьму, играя топового боксера. И все это было еще до того, как Юра Бойко в исполнении Скотта Эткинса получил призвание неоспоримого в продолжениях ленты. Как выяснилось, срок Джорджу Чемберсу в поели за изнасилование, и звездный титул чемпиона по боксу в тяжелом весе, казалось бы, потерян навсегда. Однако, если дать бой местному неоспоримому чемпиону Монро Хэтчену, может быть и получится выйти на свободу пораньше. Всего фильм имеет четыре части, которые необходимо смотреть каждому любителю такого жанра. По обсуждению не подлежит восьмое место. Рестлер. 2008 год, режиссер Даррен Ароновский. Рейтинг на кинопоиске 7,5 балла, имдиби 7,9 балла. Рэнди Робинсон с легендарным прозвищем Баран. Когда-то был звездой 80-х, но сейчас стал бледной копией самого себя. Инфаркт подкосил знаменитого спортсмена во время поединка, и теперь врачи твердят ему одно – будешь выступать, дальше умрешь. Робинсон решает завязать со спортом и начать другую жизнь, даже пытается наладить отношения с дочерью. Однако, все идет лесом и ничего не выходит. Взвесив все за и против, Баран решает снова выйти на бой. Рейтинг на кинопоиске 7,5 балла. Рейтинг на кинопоиске 7,5 балла. Рейтинг на кинопоиске 7,5 балла. Малышка на миллион. 2004 год. Режиссер Клинт Иствуд. Рейтинг на кинопоиске 8,1 балла. И МДБ 8,1 балла. Мечта тренера по боксу Фрэнка Дана – это взрастить своего чемпиона. За всю жизнь ему так и не удалось этого сделать. Сейчас у него спортивный зал в Лос-Анджелесе, и там все еще проходят тренировки. Дочь не отвечает на письма, а его лучший боец подписал контракт с другим менеджером. Мэгги Фитцжеральд работает официанткой, хочет стать боксером. И врывается в жизнь Фрэнка неожиданно. Теперь у тренера появляется еще один шанс воспитать будущего чемпиона. Малышка на миллион, шестое место. Нокдаун. 2005 год. Режиссер Рон Ховард. Рейтинг на кинопоиске 8,2 балла. И МДБ 8 баллов ровно. Джим Брэддок, прекрасно сыгранный Расселом Кроу. Давно в спорте, и он боксер-тяжеловес. Когда-то подавал надежды, но потерпев ряд поражений, решил завязать с боями. Во времена Великой Депрессии берется за любую работу, лишь бы прокормить свое семейство. Мысли вернуться на ринг не оставляют его, и воли судьбы Брэддоку предоставляется такой шанс. В последнюю минуту Джим заменяет другого боксера и, как выясняется, выходит на поединок с претендентом на титул чемпиона мира. Нокдаун. 5 место. Никогда не сдавайся. 2008 год. Режиссер Джефф Уодлоу. Рейтинг на кинопоиске 7,6 балла. МДБ 6,6 балла. Один из моих любимых фильмов о боевом спорте расскажет нам про Джека Тайлера, который ради теннисной карьеры младшего брата переезжает с семьей в Орландо. На старом месте парень был звездой футбольной команды, но здесь он никто. Чтобы как-то влиться в местный коллектив, Джейк идет на вечеринку одноклассницы, где вязывается в драку с бойцом Задира и Райаном. В результате бывший футболист отхватывает, после чего знакомится с тренером Жаном Рокуа. И уже спустя время новый вид боевых искусств и тяжелые тренировки постепенно приведут Джека к матчу-реваншу с Райаном. Кстати, того самого антагониста Задиру четко сыграл некий КМ Джослин Джиганда. Если будет интересно, пишите, я расскажу в отдельном ролике, чем сейчас занимается и как живет актер. У фильма имеется также два неплохих продолжения, но уже не особо связанных с оригиналом. Никогда не сдавайся, четвертое место. О! Ого! Эм, это... Что вы делали? Эм, боролись? Да. Борьбу я обожаю. Оанг Бак. 2003 год. Режиссер Прачи Апин Кайо. Рейтинг на кинопоиске 74 балла и МДБ 72 балла. Потрясающая поставленная картина в плане боевых искусств познакомит нас с небольшой деревушкой Нагбраду, расположенной на северо-востоке Таиланда. Местных жителей настигает несчастье. Кто-то украл голову священной статуи Будды по имени Оанг Бак. И теперь деревню ждут невзгоды и беды. Единственный, кто обладает не только умом, но и огромной физической силой, это Тинг, прекрасно сыгранный Тони Джа. Когда-то этот парень перенял боевое искусство Муай Тай у известного в деревне Монаха. И с тех пор Тинг защищает жителей и святыню Нагбраду. Можно смело сказать, что грабителям теперь точно не поздоровится. Все три части сняты в одном и том же боевом стиле. И реально порадуют зрителя постановкой боев. Оанг Бак. Третье место. Воин. 2011 год. Режиссер Гевина Коннор. Рейтинг на Кинопоиске 8 баллов ровно. И МДБ 8,1 балла. Отличная боксерская драма во главе с Джоэлом Эдгертоном и Томом Харди расскажет нам о соперничестве двух братьев, как на Линде, так и в семейной жизни. Том Конлан, он же Харди, возвращается домой после долгого отсутствия и службы в морской пехоте. Он агрессивен, не любит отца и ненавидит брата Брэндона. Всю свою злобу он выпускает на ринге и нокаутирует соперников одного за другим, постепенно поднимаясь в рейтинге бойцов. Ситуация меняется в корне, когда на этом же ринге оказывается и Брэндон, в прошлом бывший чемпион и любитель местной публики. Теперь братья должны разобраться во всех вопросах раз и навсегда. Воин, второе место. Беспощадное избиение младенца! Брейк! 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 Иб Ман, 2008 год, режиссер Уилсон Иб. Рейтинг на кинопоиске 8,3 балла, IMDB 8 баллов ровно. Фошань – город мастеров боевых искусств и основателей самых различных школ кунг-фу. Здесь живет молодой Иб Ман, он практикует одно из направлений Вин Чун. Проводит дома легкие спарринги с друзьями, не берет учеников обучаться и является одним из сильнейших бойцов города. Время летит и Китай оказывается оккупирован врагом японца. Иб Ман в такое время не забывает о чести и доблести и готов дать серьезный бой могущественному японскому генералу. История является отчасти документальной и рассказывает о становлении боевого стиля Вин Чун, тогда еще никем не признанного. У фильма имеются четыре основных части и еще четыре неофициальных дополнения. Смотреть в первую очередь рекомендую ленты с Дони Йеном, а там уж дальше на ваше усмотрение. Кстати, об актере Дони Йен лучший, кто мог так красиво сыграть молодого учителя Ипа и настолько качественно поставить бои со всеми противниками. Кино однозначно заслуживает первое место в почетном нашем топе про бойцов и боевые искусства. Из крутых фактов вам следует знать вот что. Съемки фильма проводились в Шанхае, где вы создали реальную архитектуру в Ашане 30-х годов. В реальной жизни первые уроки Вин Чуна Ипман стал давать на хлопковой фабрике своего друга. А консультацию по биографии и боевой хореографии предоставил сам Ип Чан, сын Ипмана. Если хотите узнать, насколько крут и опасен этот актер Дони Йен, в реальной жизни чирканьте в комментах «Дони Бей!» и я вам отдельно про него расскажу. В рекомендациях, друзья, вполне себе можно оставить спорные фильмы, ибо там не совсем про бойцов, но драк хватает уж, поверьте. Из стареньких на один раз это «Пуль непробиваемый монах» и «Убойный футбол». Ну и то, что можно пересматривать вечно, это все части «Перевозчика» со Стэтхомом и, безусловно, кибернетические бои из всех «Матриц». Кстати, кто уже видел новый трейлер четвертой части, и если вам зашел, плюссадите скорее под видео. Если нужна подборочка фильмов с Джеки Чаном, также пишите, ведь когда-то я плотно сидел на них, на этих фильмах и смотрел абсолютно все, что выходит с Джеки. И последнее. Порядок фильмов в топе выбирался с предпочтением динамичных боев. Бойцовские драмы же ушли на дальние места, несмотря на их рейтинги в Кинопоиске и МДБ. Подписывайтесь, друзья, лайкайте и бейте по колокольчику. Всем пока и всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин